Здравствуйте! Вы смотрите программу Мастер Спорта. С вами Андрей Горгуленко. Смотрите в этом выпуске. Переиграли Чайку, но уступили Оренбургу. Футболисты Крилев Советов заканчивают первую часть первенства Футбольной национальной лиги. Региональное дерби с закрученным сюжетом. ЦСК ВС и Лада выявили победителя только в серии буллитов. Установили новые личные рекорды. В Самаре прошло первенство города по тяжелой атлетике. У самарских крыльев Советов осталась одна игра в первенстве Футбольной национальной лиги перед тем, как команда уйдет на зимний перерыв. Завершают волжане первую половину чемпионата неровно. Сначала в драматичной концовке вырвали победу у Чайки из Ростовской области, а затем уступили на выезде прямому конкуренту в борьбе за выход в РПЛ Оренбургу. Подробности матчей расскажет наш корреспондент. В 24-м туре Футбольной национальной лиги самарские крылья Советов обыграли Чайку из села Песчанокопской Ростовской области. Болельщики, которые пришли на Самаро-арену в этот вечер, увидели забитые голы только во втором тайме. Счет открыли гости. На 70-й минуте встречи отличился Ирди Сумаев, но подопечных Игоря Осенькина такой расклад не устраивал. Уже через минуту свое слово сказал нападающий Егор Галенков. Он забил 9-й гол в первенстве с передачи Кабутова. Еще через несколько минут Дмитрий записал на свой счет 12-й голевой пас, который замкнул Александр Солдатенков. Как итог, волевая победа волжан со счетом 2-1. Огромное количество моментов у нас было, мы должны были забивать и раньше все решать, но просто мы говорим сейчас о том, что качество нашей игры и скорость самой игры хотелось бы, чтобы у нас была выше. Главный тренер Чайки заявил, что его футболисты могли рассчитывать на большее, но у них не получилось удержать победный счет. В последнем выездном матче перед зимней паузой Самарские крылья Советов уступили Оренбургу со счетом 1-2. Хозяева поля распечатали ворота Ивана Ломаева в самом начале поединка. На пятой минуте Алексей Миронов нанес удар с лета и мяч рикошетом от штанги оказался в сетке. Во втором тайме волжане взяли игру в свои руки. На 66-й минуте ошибся голкипер Оренбурга, Александр Солдатенков восстановил равновесие в поединке красивым ударом через себя. Еще через 4 минуты Андрей Чуканов получил второе предупреждение за грубый фолл на сопернике и хозяева остались в меньшинстве. Пропечные Игоря Осенькина могли довести матч до итоговой победы, но Газовиков такой расклад не устраивал. В концовке Алексей Козлов ударил поворотом волжан. Мяч попал в руку Солдатенкову и судья уверенно указал на точку. 11-метровый реализовал Джоэль Фемие. Чешский наставник Оренбурга поздравил всех болельщиков с важной победой. Марцел Личко остался доволен игрой своих подопечных. А вот Игорь Осенькин пожаловался на некачественную работу судейского корпуса. После этого матча Крылья Советов опустились на четвертую строчку в турнирной таблице и имеют в своем активе 52 очка. Самарцы отстают от лидера первенства Нижнего Новгорода на 6 баллов. В последней игре этого года Крылья Советов проведут домашний матч с Красноярским Енисеем дома 5 декабря. Встреча начнется в 15.00. Хоккеисты ЦСКА ВВС провели подряд две напряженные домашние встречи с именитыми соперниками. Сначала подопечные Павла Десяткова переиграли Новокузнецкий Металлург, а затем там же на льду Дворца Спорта Кристалл вместе с Тольяттинской ладой устроили настоящее шоу. Судьба регионального дерби решилась только в серии буллитов. Подробности встреч в следующем сюжете. Игроки ЦСКА ВВС порадовали своих болельщиков. Летчики прервали неудачную серию из нескольких поражений в матче с легендарным Новокузнецким Металлургом. Правда, начало встречи получилось провальным. Гости сумели дважды огорчить хозяев в первом периоде. Шайбы забросили Арсений Грецюк и Александр Шевченко. Но, как это было уже не раз, на второй отрезок встречи хозяева вышли на лед с другим настроением. Быстрые агрессивные атаки увенчались успехом. Сперва Максим Лазарев забросил шайбу в большинстве, а затем Артем Ворошила тоже в неравных составах замкнул передачу партнера на пятачке и восстановил равновесие. В третьем периоде обе команды показали качественный хоккей, но удача улыбнулась подопечным Павла Десяткова. Голкипер Металлурга Олег Шилин не смог зафиксировать шайбу после отскока от борта. В итоге она оказалась в сетке после броска новичка ЦСКА ВВС Никиты Михайлова. Как итог, 3-2 на табло ледового дворца спорта «Кристалл» и красивая волевая победа летчиков. Ну ребята сегодня молодцы, сражались. Сражались, как в принципе и в предыдущих играх. Винить я их ни в чем не могу. Вырвали этот тяжелый матч у хорошего соперника. Тренер новокузнецкого Металлурга Леонид Тамбиев был разочарован результатом. По его мнению, команда не соблюдала игровую дисциплину и получила много штрафного времени. Это и сломало игру. Безобразная ошибка вратаря в третьем галере. Что там говорить? Вот есть комментарии. Так что соперника с победой у меня вообще нет комментариев по игре. Тольяттинская «Лада» и ЦСКА ВВС порадовали болельщиков красивой и напряженной игрой. Соперники подошли к региональному дерби в хорошем настроении. Обе команды успели одержать домашние победы над новокузнецким Металлургом. Первый период остался за летчиками. Егор Алешин открыл счет, но уже через минуту хозяева прозевали контратаку, и Владимир Журавлев восстановил равновесие. После перерыва «Лада» владела преимуществом, которое воплотилось в две заброшенные шайбы. Казалось, что игра сделана, но подопечные Павла Десяткова в этом сезоне просто так еще никому не сдавались. Хоккеисты ЦСКА напомнили о себе в заключительном отрезке встречи. Сперва Иван Коренков сократил отставание броском от синей линии, а потом Артем Ворошила вернул летчиков в игру. Овертайм победителя не выявил. В серии «Булитов» «Лада» забросила четыре шайбы. ЦСКА ВВС – лишь одну. «Немножко мы это, конечно, опасались, что до «Булитов» дойдет, но дошло. Но, к сожалению, не выручили нас им. Немножко упрекнуть я не могу Серегу Денисову и Федю. Нежелание какого-то это. Определенное мастерство, наверное, соперника еще сказалось тоже». Наставник «Лады» дал короткий комментарий после встречи. Он остался доволен игрой своих подопечных. «Молодцы ребята, что вы стояли в овертайме и на «Булитах» проявили мастерство». После домашних игр хоккеисты ЦСКА ВВС уже начали второй круг регулярного чемпионата ВХЛ с сибирским турне из трех игр. Накануне летчики на выезде встречались с уже знакомым новокузнецким «Металлургом». Ни в основное время, ни в овертайме команды так и не смогли забить голов. А потому судьба поединка решалась в серии «Булитов». Хозяева оказались точнее в исполнении после матчевых бросков. А у ЦСКА ВВС – второе подряд поражение по «Булитам». Армейцы расположились на 21-м месте в турнирной таблице. Сибирское турне самарцев продолжится в Красноярске и Ангарске матчами против местных команд «Сокол» и «Ермак» соответственно. Баскетболисты «Самары» без игр прошли в полуфинал Кубка России. Их соперник – Университет Югра – исключены из участников турнира. Изначально запланированные четвертьфинальные матчи не состоялись 11 и 20 ноября из-за того, что сургутяне были на коронавирусном карантине. Игры перенесли на более поздний срок, но руководство Университет Югра отказались от участия в Кубке России в связи с плотным графиком игр в Суперлиге 1. Таким образом, «Самара», которая является действующим обладателем Кубка, автоматически проходит в полуфинал турнира. Там она сыграет с победителем пары «Темпсумс» у ГМК «Уралмаш». Юные самарские богатыри выясняли, кто сильнее на первенстве города по тяжелой атлетике. Соревнования стали рекордными не только по весу поднятых тяжестей, но и по количеству участников. Подробнее в следующем сюжете. Студент-связист Тимофей Пичугин штангу первый раз взял в руки в родном райцентре кошки. Тяжелую атлетику предпочел таким популярным видом спорта, как футбол и хоккей. Чемпион Самарской области ни разу об этом не пожалел. Радуется, когда он покоряет очередной вес и один личный рекорд побивает другим. Вот и на первенстве «Самара» весовой категории до 55 килограммов Тимофей Пичугин впервые завоевал золотую медаль. С результатом рывок 68, толчок 82 килограмма. Впереди у членов сборной региона областные соревнования и первенство страны. У меня первые соревнования в этом сезоне. И поэтому я, скорее всего, на эмоциях это поднял. То есть я настраивался за неделю до этого и уже был, в принципе, готов к этим весам. Планировал долго, тренировался усердно. И мои тренировки, как сказать, принесли свои же результаты. Еще один самородок Самарской тяжелой атлетики родом из Челновершин. Студент политеха Илья Широков – кандидат в мастера спорта. Не раз становился чемпионом области. На первенстве Самара доказал, что в своей весовой категории до 61 килограмма ему пока нет равных. Признается, личные рекорды он ставит на тренировках. Сейчас 93 килограмма рывок и 108 толчок. На соревнованиях поднимает штангу чуть легче, чем в спортзале. Знаете, как говорят, терроратлетика не шахматы, тут думать надо. Вот как раз-таки, да, вот сами соревнования борешься не только с другими участниками, но еще и с самим собой, в принципе. Потому что нужно рассчитать не только, сколько тебе нужно поднять, чтобы занять первое место, но еще и свои возможности на то, чтобы этот вес поднять. Первенство Самары по тяжелой атлетике определяло чемпионов и призеров два выходных дня. Количество участников в этом году рекордное. На помост вышло больше полсотни человек. Штангу толкали над головой и юноши, и девушки до 18 лет. Для некоторых спортсменов это был первый соревновательный опыт. Пандемия нам немножко помогла. Ребята соскучились, ребята соскучились, готовы выступать. Парадокс в том, что есть и личные рекорды. Видно по результатам, что ребята выполняют личные рекорды, ставят личные рекорды. Это не может не радовать. Впереди у лучших самарских богатырей областной турнир в феврале. Призеры этого старта и те, кто покажут результат, соответствующий первому разряду, поедут весной защищать честь региона на всероссийское первенство в Старом Осколе Белгородской области. Улыбаемся, улыбаемся! В Самаре прошли чемпионат и первенство города по чирспорту. Это первое соревнование после коронавирусной паузы. Коллективы обкатывали новые программы и показывали, чему научились на многочисленных тренировках за время отсутствия турниров. Эстетика танцев и сила поддержек в следующем сюжете. Юные спортсменки из танцевально-спортивного клуба «Идеал» показывают новую программу. Перевороты, выбросы, поддержки. Все эти сложные технические элементы отрабатывали почти восемь месяцев. Столько времени прошло с последних соревнований. Летом тренировались на улице, затем перешли в зал. И теперь показывают, чему научились за это время. Мы сегодня представляем новые программы. И я спортсменам своим объясняла, что если сравнить две программы, ту, которую мы выставляли в феврале месяце, и ту, которую мы выставляем сейчас, это два разных уровня. И я горжусь тем, что мы выставляем уже более сильную программу. Около 400 участников собрались на первенство и чемпионат Самары по чирспорту. Это первые соревнования после коронавирусной паузы. На турнире строго подошли к санитарным мерам. Участники и зрители были разделены. На входе всем замеряли температуру. Люди соскучились по соревнованиям. Здесь не проходит отборочных соревнований. Они начинаются с начала года. Сейчас вот просто соревнования, да, будут получены разрядом. Максимальный разряд здесь будет второй взрослый. Ну, скажем так, не самые высокие разряды, но суть не в разрядах. Суть сейчас в том, чтобы вспомнить, поучаствовать в это сложное время на публике и обкатать программы. Медали разыгрывали в разных возрастных категориях. От самых маленьких, кому только исполнилось 5 лет, до взрослых. И в разных дисциплинах чирспорта. Более акробатический, чирлидинг и перформанс, который ближе к танцевальному направлению. Готовы к труду и обороне. В Самаре прошел семейный фестиваль ГТО. Участники съехались из разных районов области. Это те, для кого спорт – лучший вид досуга. Как всегда, победила дружба, а многие смогли проверить силы, чтобы в дальнейшем попытаться сдать нормативы. Подробности в нашем сюжете. Папа, мама, я – спортивная семья. Такого принципа придерживается Света Савельева. Она первая в семье стала посещать секции, а вслед за ней спортом увлеклись и родители. Физкультура стала основным видом досуга, а сегодня они в полном составе приехали, чтобы стать участниками семейного фестиваля ГТО. Вообще у нас спортом занимается в основном дочь. Вот она нас и подтянула к этому. Она у нас спортсменка в плавании, в легкой атлетике. Папа у нас занимается немножечко дзюдо. Да, все понемногу. А я тоже чуть-чуть где-то что-то успеваю. В программе фестиваля силовое многоборье и плавание включены также тестовые испытания. Перекладина, стрельба, гиря и челночный бег. Желающие могут посоревноваться в конкурсе поделок с символикой ГТО. Федеральная программа «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография» ставит амбициозные задачи – вовлечь в регулярные занятия физкультурой и спортом не менее половины россиян. А начинается все в семье, если родители заинтересованы в спортивных достижениях детей. В Самарской области очень активно развивается комплекс ГТО. Более 260 тысяч человек уже являются участниками комплекса ГТО. Более 30 тысяч являются обладателями золотых, серебряных и бронзовых знаков, в отличие. И комплекс ГТО внедряется в разные категории. Взрастные и социальные группы населения Самарской области. Участники выполняют тормотивы, руководствуясь олимпийским девизом. Главное – участие. Фестиваль – это хороший способ проверить свои силы, чтобы в дальнейшем попытаться пройти испытания на медаль. На этом наш выпуск завершен. Больших побед вам! Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова